Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, я очень рад вас видеть, и сегодня мы будем с вами заценивать и выкатывать из ангара Т-14. Для тех, кто не знает, Т-14 это преем 5 уровня, тяжелый танк, всего на 5 уровне есть 3 тяжелых танка преемчика, это Т-14, Черчилль и Экселсер. Экселсер есть у меня уже, обзорчик на него, можете его посмотреть абсолютно спокойненько по ссылочке, либо зайти на канал и там найти. Что же касается Т-14, вернемся к нему. Итак, Т-14 что собой представляет? Давайте будем говорить так, в любой момент можете зайти в дерево исследования Соединенных Штатов и взять себе эту машинку. Ну, я бы сказал абсолютно без печали, без трудов, ждать ничего не надо. Вопрос только заключается в том, а стоит ли вам покупать эту машинку, ну, в целом. Дело в том, что в принципе 5 уровни, они не предусмотрены для фарма. Единственное, чего можно ожидать от премиумного танка на 5 уровне, это фана от игры на нем, ну и в принципе возможности, ну, нагибать. Хотя на 5 уровне нагибать понятие очень сильно растяжимое, согласитесь. Заценивать восьмерку или десятку в этой проекции, безусловно, было бы немножко попроще. Что же касается играбельности машинок на 5 уровне, ну, вот это, наверное, третий пункт, ради которого хотелось бы брать премиумный танк. Ну, уж явно не для того, чтобы фармить серебруху. Давайте заценим сейчас Т-14 исключительно по каким-то коротким характеристикам, а остальное все заценим непосредственно в бою. Давайте быстренько проговорим с вами, что касается бронирования. Бронирование у данного танчика, оно такое, ну, своеобразное, кто-то считает, что это прям монолит, но мне, честно говоря, он монолит мало напоминает, потому что у него много интересных мест, которые можно довольно-таки прикольно пробивать. Итак, будем заценивать следующее. Кепка 82 мм, и она не слишком высока, поэтому пробить ее тяжеловато, я имею ввиду именно выцелить. Что касается башни, вот башня, есть накладочка, да, под орудием, как обычно, маска орудия. Она не бьется, вопросов нет. Вот здесь вот по бокам есть таких условных два треугольничка, не полностью вся щека одна и вторая, а только вот кусочек вот этот. Вот в этом кусочке 109 мм, в приведенке 122. То, что правее, вот эти вот две части, вот эта часть, соответственно, и вот эта часть, уже имеют 82 мм, в приведенке 133, если в прямой проекции смотреть вот так вот на танчик. Что касается корпуса, верхняя планочка вот эта, да, то есть, ну, получается, верхняя его часть, именно не ВЛД, здесь есть сверху планка бронирования, отдельно от ВЛД. Само ВЛД, вот эта вот большая, да, кусманщина вот такая вот огромная, она составляет всего лишь 53 мм брони и в приведенке 108 мм. То есть, чем выше вы будете, точнее, чем выше будет противник по отношению к вам, тем легче его будет, ему будет вас пробивать. Что же касается выше ВЛД, вот здесь вот такая вот есть планочка, если смотреть в прицел, она вообще прикольная. Она состоит из нескольких кусочков, я не знаю, как они это лепили из того, что было, но факт остается фактом. Эти кусочки составляют от 26, ой, до, да, до 26 до 40 мм бронирования. Короче говоря, просто такие, ну, я бы сказал ни о чем. Вот эта вот передняя часть, да, вот такая вот квадратина большая, вот здесь она есть, сейчас, ну, не опускается. Короче говоря, вот здесь вот квадратина такая есть, в этой квадратине 106 мм, выше квадратины 66 мм и ниже квадратины вот здесь вот. Ну, тут как бы ее нет, а в прицеле она видна, она прям светится. Короче говоря, 66 выше, 66 ниже вот здесь, вот здесь. То есть между ними передняя вставка такая на 106 мм приведенки, там нет как таковой, там 107 приведенка. Ну, окей, пускай. Что касается кормы, в корме разговаривать особо не о чем, потому что корма 40 мм, вот здесь вот, да, там, бей не хочу. И то, что ниже, там получается уже 53. Короче говоря, тоже опять-таки ни о чем. Ну, и, соответственно, борта, верхняя часть, вот если вот так смотреть, верхняя часть борта, она 53 мм. Если снять вот этот экран, за которым прячутся катки и гусли, то вот здесь вот вас ожидает 66 мм. Короче говоря, в борт, в корму пробивается мама, не горюй. Ну, а насколько это играбельно или неиграбельно бортовать там, ну, в смысле, мансить, становиться ромбом, ромбовать и так далее, посмотрим непосредственно в самом замесе. Заценим быстренько еще с вами орудие, которое идет. На танчик 5 уровня одели орудие с 4 уровня. При этом орудие с 4 уровня 106 мм пробития. То есть, по сути, себе подобного, допустим, там в башню при 109 мм он уже не пробивает. Ну, и урон в 160 единиц. Углы склонения минус 10 вполне комфортные для игры, ну, по крайней мере, по моим общим ощущениям. Что же касается времени перезарядки, то неполных 6 секунд и ДПМ при этом 1656. Реализовать этот ДПМ, ну, когда получается, когда нет. В зависимости от того, как получится занять позицию в бою, ну, и, соответственно, от того, насколько команда будет с вами или вы будете без нее. Как я уже сказал, борта и корма у него абсолютно прозрачные. Соответственно, если к вам заедут в борт или когда-нибудь, там, придется вам стоять кормой к противнику, вам будет очень неприятно. Время сведения и разброс, они, как бы, не очень хвастаются цифрами. Заценим непосредственно в самом замесе, куда мы с вами и побежали. Ребятки, перед тем, как мы закатимся в бой, точнее, в процессе того, как мы туда попадаем, я очень хочу попросить каждого из вас, кто не подписан на мой канал, но смотрит с завидной регулярностью мои видео, а таких у меня 75% зрителей. Ребят, если вам не сложно, пожалуйста, подпишитесь на каналчик. Желтый шильдик в правом нижнем углу висит всегда, и для вас это один клик, одна секунда вашей жизни. Для моего же канала это жизнь и развитие. Спасибо вам большое, огромное, за благовременно. Итак, ребят, первое, что зацениваем в Т-14, это его подвижность. Рядом с нами находится Зуну или Джуну. Каждый по-своему читает. Ну и, согласитесь, мы не уступаем ему в подвижности, то есть, в принципе, едем вполне нормально. Сказать, что грустно, нет, он абсолютно нормально катится, как для тяжа. Что касается Мансит, не сильно, конечно, поворотливый танчик. Он такой, более, я бы сказал, вальяжный, хиповый. То есть, он медленно, спокойненько тянется, но и, соответственно, занимает свою позицию. Что касается времени сведения, ну вот вам, пожалуйста, бронирование. Это пятерка, это БДР, который вот взял и просто в бочинку нам закинул. Хотя я, вроде бы, как бы пытался даже ромбовать и, чисто теоретически, сейчас должен был быть прилет без пробития. Честно говоря, на его броне мне никогда как-то вот не фартило заехать, упереться в кого-то, стоять. Ну и прям быть таким себе железобетонным препятствием перед противником, чтобы он прям не мог через меня проехать. По крайней мере, в моих руках эта броня не имбует абсолютно. Ромбовать, как я уже сказал, практически бессмысленно. Что касается времени сведения, перезарядки, углов склонения, ну танчик, в принципе, нормальный. Вопросов нет. Ну вот на дальнем расстоянии сводиться будет вот так, как для тяжа нормально. Круг разброса, я бы сказал, что великоват. Безусловно, великоват, но все-таки это тяжик. Это как бы не ПТ-шка ждать от него какой-нибудь там прям имбовой точности на дальних расстояниях, ну, себя обманывать. Вот так выглядит Зуну нам в прицеле. Весь красный. Короче говоря, пробития, ну, прям совсем не хватает. Быкую я, конечно, по полной программе. Уж больно хотелось заценить, насколько Зуну для нас будет крепким орешком. Ну и вынесли в ангар. Да, в принципе, и заслуженно вынесли, потому что, как я уже сказал, борта у него картонная. Ну, а я, честно говоря, мордочкой как-то не стал против противников. Ну и, соответственно, отхватил. Досматриваем бой, выкатываемся в ангар. Обязательно запрыгиваем в следующую катку, в которой буду меньше разговаривать, ну и больше, соответственно, играть. Итак, друзья мои, из песни слов не выбросишь. Какой бой получился, такой получился. Я свои видео снимаю без срезок, без склеек. И, соответственно, вот как закатился, как вынесли, так вам и показал. Сейчас попытаюсь поменьше разговаривать, побольше потанковать, побольше попытаться сосредоточиться на самом бое. Хотя, честно говоря, когда зацениваешь танчик, пытаешься о нем рассказать максимум за то короткое время, которое на это отводишь. Я, честно говоря, не вижу смысла на этой машинке сейчас ехать навстречу двум ТТшкам. Кто бы это ни был, даже не буду смотреть. Ну, а, ладно, посмотрю. КВ-2 и Магнус. Но нечего мне против них, ребят, противопоставить. Честно говоря, КВ-2 меня будет фигячить, но как бы вообще без печальки. Ну, а Магнус, товарищ довольно-таки пробивной. Насколько я знаю, я встречал его в бою неоднократно. И, честно говоря, его пушка в отношении пробития меня всегда смущала. Может, не альфа, но пробитие однозначно довольно неплохое. Ну, вот, стоило сейчас на перекатке опять-таки прокатиться и, соответственно, сразу отхватить первую плюшку. Но пробивают, ребята, в борт, как ни рамбуй, как ни становись. Я, честно говоря, даже не знаю, как сейчас на этом танке себя дальше вести в этом бою. Едет на меня Магнус. Отвлекся на Шкоду, уже хорошо. Ну, вот, Магнус. Честно говоря, такой себе товарищ. Все-таки шестерка, как-никак, и броня у него есть. Может, для других шестерок особо-то они его и не боятся по его броне. Ну, а мне против него делать особо нечего. Шкода просит помощи, но мне, честно говоря, до Шкоды сейчас доехать. Ну, я бы сказал, смерти подобно. Ну, вот, опять прилетело. Я, честно говоря, не совсем понял, куда конкретно прилетело. Попытаюсь сейчас зафиксить пушку, посмотреть. Ребят, даже не понимаю, честно говоря, куда пошел прилет. Возможно, камуфляж как-то немножко скрывает это дело. Но, честно говоря, живучесть у танчика, ну, прям никакущая. Я, когда делал обзор на Экселсиара, я говорил, что на Экселсиаре можно ехать хотя бы прямо, да, там. И, соответственно, стоять против противника. Вот, и он действительно может. Что же касается этого танчика, я уже, честно говоря, и сомневаюсь, что мордой можно куда-то выезжать. Сейчас явно отхвачу от КВ-2 в корму, если не успею проскочить к нашему. А, к нашему. Ну, тогда особо и скакать не к кому. Да, не повезло мне. Не повезло абсолютно, прилетело в корму. Ну, опять-таки, да, там, можно сказать, даже не в корму, а в бочинку. Ну, как я уже и говорил, танчик абсолютно картонный. Не нравится мне, честно говоря, тот обзор, который сейчас получается. Но, какой есть, такой есть. Здесь, поверьте, если вы играете, но среднячком, то в ваших руках этот танчик будет именно таким. Я закачусь сейчас в третью катку. Я уже не знаю, честно говоря, как сейвиться на этом танке. Как на нем отыгрывать, от чего на нем отыгрывать. То есть, ну, ромбуешь, тебя пробивают. Не ромбуешь, тебя пробивают. Ну, не знаю, ребят. Может, просто потому, что против шестерок, ну, еще хоть какая-то скидка там, не знаю, в отношении живучести данной машины. Матильда. Матильда, товарищ у нас крайне быстро перезаряжающийся, но не сильно альфовый. При том, что у нас 750 единиц запаса прочности и нас бросил абсолютно на произвол судьбы Экселсер, который нас обманул. Я думаю, что ехать на Матильду желания у меня лично нет, да и смысла как такового тоже. Вообще, честно говоря, Т-14, не знаю, как кому, для меня танчик всегда был довольно грустный. То есть, вот, нет в нем какой-то вот задоринки, нет в нем какой-то изюминки. Честно говоря, в нем нет для меня лично вообще ничего. Скорострельности нет, брони нет, подвижности нет, особой точностью не обладает. Ну, то есть, что в нем там прям хорошего, я, честно говоря, не нахожу. Вот сейчас чисто там вот по фарту выбросил в Леопарда, только лишь потому, что Леопард стоял ко мне кормой и никуда не убегал. Будь он немножко попроворней, наверное, у меня бы это не вышло. Ну, окей, уперся он в меня. Честно говоря, я не знаю, заслуга танка или заслуга противника, что он просто приехал ко мне и решил в меня вдолбениться со всей силы. Пока я сюда перекатывался, отхватил опять-таки в борт, отхватил от Матильды. Честно говоря, ребят, какая-то грустноватая машинка, ну, прям до безобразия. Не знаю, если вы со мной не согласны, если вы считаете, что машинка достойная, машинка прикольная, ее стоит взять, ее стоит катать. Ну, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я люблю альтернативное мнение, очень люблю. Потому что оно помогает определиться тем ребятам, которые смотрят мои видео, для того, чтобы принять для себя решение. Ну, смотрите, меня сушка пробивает вообще без печальки. Ну, везде, куда не лень, да? Пожалуйста. ВЛД и чуть ниже ВЛД. Короче говоря, грустно. Вот даже с морды у него брони нет как таковой. То есть, нет смысла от этой башни, если как только ты показываешь хотя бы чуток своего ВЛД, тебя туда будут просто-таки разносить и разносить будут абсолютно без печали. Так вот, ребята, возвращаясь к смысле, которую я не закончил, по поводу вашего альтернативного мнения. Если у вас есть ваше альтернативное мнение, пожалуйста, делитесь им в комментариях. Если вы со мной не согласны, обязательно напишите об этом. Только напишите, почему вы не согласны. Обоснуйте это своим личным примером игры на той или иной машине. И эта информация, она реально поможет тем ребятам, которые смотрят мои видео, для того, чтобы понять, стоит ли им потратить свою кровную голду на покупку того или иного танка. Ну, или стоит ли им качать тот или иной танк. Итак, ребят, за вот этот унылый абсолютно никакой бой 830 единиц урона. По результатам нашей команды мы на втором месте. Но мне почему-то кажется, что это не совсем заслуга самого Экселсиара. Это больше заслуга, наверное, самой команды, ну и самих противников, которые вот так вот отыграли. Что же касается результативности по фарму, 21800. Но это с учетом того, что нам дали знак классности третьей степени. Ну и плюс еще какая-то медалька там упала. Типа я там какой-то классный парень. Стрелок я оказывается. При том, что я наделал это, в принципе, в бою. Практически ничего. Итак, ребят, мое субъективное мнение по данной машинке. Ну, честно говоря, стоит в ангаре, да и стоит. Я не помню, каким образом я ее получил. То ли я ее покупал со скидкой, то ли вообще где-то на халяву отхватил. Но факт остается фактом. Скажи мне сейчас заплатить за нее 2-2,5 тысячи голды. Но я не заплачу. Какие бы плюшки в нее не накидывали. Не тот, это все-таки танчик, на котором можно пофаниться. И честно говоря, мне Excelsior не сильно заходит. Но Excelsior мне нравится все же немножечко больше, чем Т-14. У нее хотя бы спереди броня такая, которая отыгрывает. На этой же машине я вообще, честно говоря, слабо понимаю, куда можно ехать. Обзорчик на Excelsior сейчас появится вот здесь вот. Подсказочка. Переходите, посмотрите, и вы поймете, о чем я говорю. А на данный момент у меня все. Это был обзор на Т-14. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Особенно мнение, если вы со мной не согласны, только обосновывайте его. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия.